Композиты Дау-Хемикал – один из мировых лидеров химической индустрии. Одно из направлений деятельности – производство углеродного волокна, которым занимается совместное предприятие Дау-Акса. Холдинговая компания «Композит» – лидер в производстве композитов на основе углеродного волокна в России. Традиционные сферы применения композитов – космос и авиация. Однако тенденции стремительно меняются. Что делают композиты? Как они проникают в этот сложившийся мир, не только со сложившимися бизнес-связями, а со сложнейшими инженерными школами, технологическими командами, каждый со своей историей, даже не в десятилетии, а в столетии. Как действуют композиты в этом смысле? Они начали в космосе, из космоса спустились в авиацию. И сегодня на наших глазах из авиации переходят на Землю. Например, композитные материалы находят все большее применение в строительном секторе. Композитные материалы на основе углеволокна намного легче и прочнее традиционных материалов – стали и бетона. Замена традиционных энергоемких материалов на композитные позволяет не только сократить первоначальные затраты на строительство, но и последующие эксплуатационные расходы. Дополнительным преимуществом для окружающей среды является сокращение выбросов парниковых газов, связанных с процессом строительства. Применению композитов в строительстве и городском хозяйстве была посвящена специальная секция конференции «Композиты без гранит». Композиты без особых усилий позволяют увеличить несущую способность строительных конструкций, а также повысить сейсмическую устойчивость зданий. В ходе строительной секции специалисты компании «Композит Спецстрой» продемонстрировали процесс устройства внешнего армирования композитами фрагмента железобетонной стены. Он напоминает наклейку обоев. На готовую поверхность наносят эпоксидные связующие, затем приклеивают углеродные ленты или ламели, или углеродные сетки, после чего поверхность покрывают защитным материалом. В российских регионах было отремонтировано уже более тысячи объектов с применением композитов. Спектр объектов, над которыми мы работаем и работали, очень широкий. От усиления балконов жилых домов до усиления мостовых конструкций, усиления несущих конструкций объектов энергетического комплекса Москвы. Один из последних интересных объектов – это усиление каменных сводов президента Российской Федерации в Кремле. Центральными темами обсуждения на конференции «Композиты без границ» стали и мировые тренды применения композитов в создании лопастей ветроустановок, морской техники, авиации и автомобилестроения. Между тем, ключевой вопрос для развития отрасли композитов – создание необходимых условий с точки зрения оборудования и разработки технологий. Я считаю, что и мы тоже внесли лидеры индустрии большой вклад в этот процесс, потому что мы смогли предоставить и ученым, и инженерам возможности работать не с бумагой, не с учебниками, не с докладами на электронных носителей, а с конкретным оборудованием, причем оборудованием мирового класса, работать здесь в России, здесь в Москве и работать с материалами от всех мировых лидеров. Параллельно с конференцией работал салон композиционных материалов, где были представлены передовые разработки российских композитчиков для различных отраслей промышленности. Его гостями стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы российских регионов – президент Татарстана Рустам Мениханов, губернатор Калининградской области Николай Цуканов, глава Томска области Сергей Жвачкин, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Особой популярностью салон композиционных материалов пользовался у российских школьников. В дни проведения конференции там побывало более полутора тысяч представителей подрастающего поколения. Специалисты конструкторского бюро Artline Engineering провели для молодежи мастер-класс по созданию гоночных автомобилей из углепластика для международных соревнований «Формула-3». Во время форума также были подведены итоги конкурса «Идеи в композите», который проводился компанией «Композит» совместно с Центром современного искусства «Винзавод. Территория дизайна». Молодые дизайнеры поделились своими смелыми, подчас провокационными идеями относительно применения композита в повседневной жизни. Так, победитель конкурса Тимофей Журавлев предложил создать ванну из углепластика в виде ладьи, закрепленной под потолком. Посетителями конференции «Композиты без границ» стало свыше 10 тысяч человек. Это представители регионов и муниципалитетов, ведущих строительных компаний и архитектурных бюро, российских и зарубежных промышленных предприятий отрасли композиционных материалов и других индустрий, представители научного сообщества, молодые инноваторы и студенты профильных направлений. По отзывам участников, конференция «Композиты без границ» стала одним из главных и наиболее ярких событий индустрии композитов.